Первая большая группа тестов – интеграция дизайна и разработка, которая в свою очередь состоит из ложных подгрупп. Интеграция дизайна, интеграция структур данных, интеграция стандартных компонентов и модулей, интеграция собственных компонентов и модулей и дополнительно. При разработке сайта с нуля на выполнение перечисленных здесь работ тратится основная часть времени разработки проекта. Количество тестов и времени от проверки этих работ, соответственно, также доминирует. То есть это основной блок тестов для проверки, как по количеству, так и по времени. Первый тест. Сайт проекта добавлен и корректно настроен. Перейдем в список сайтов. Здесь у нас один сайт. Заходим в его настройки. Первое, что видим, информативное название «Сайт». Меняем его на интернет-магазин музыкальных инструментов. Далее. Неударен тестовый домен. Удаляем его. Не заполнены поля URL-сервера и email-адрес по умолчанию. Заполняем их. Не отключен, не удален тестовый шаблон. Тест. Отключим и удалим его. Видим не очень информативное название шаблона. Прт. Сам настройщик хоть и может догадаться, но для клиента мы его переименуем. Первый тест мы прошли успешно. Пишем, что настроили все. Имя теста окрашивается в зеленый цвет. Созданы настроенные шаблоны сайта. Здесь у нас есть автотест. Запускаем. Не прошли. Смотрим подробный отчет. В таком-то шаблоне отсутствует вызов панели. На конце имени папки шаблона копий-копий. Идем в список шаблонов. Находим этот шаблон. Понимаем, что это шаблон для печати. Решаем, что в шаблоне для печати нам панель администратора не нужна. Что еще может нам помешать пройти этот тест? Это отсутствие рабочей области WorkArea. Но без нее и сложно создать шаблон. В шаблонах может быть не указан язык сайта, и это не проверяется автотестом. У нас HTML5, поэтому конструкция проще, чем приведено в рекомендациях. Подключение стилей скриптов в панели Эрмитаж производится верно. Подключение других скриптов также производится верно через специальную константу SiteTemplatePath. Все проверили и исправили. Тест пройден. Настроены все типы меню. Переходим в настройки модуля управления структурой. В типах меню видим какой-то тип TPL1 без названия. Если уверены, что на разработанном сайте такое меню никогда не использовалось, и оно не подразумевалось в дизайне и т.з., то удаляем его. Если не уверены, то лучше проверить соответствующие файлы меню в папках сайта и в шаблонах сайта. Мы уверены – удаляем. Остальные типы меню имеют понятные названия. Проверяем свойства файлов и папок. Одно свойство – Picture, без названия. Но зная, что это за свойство, добавляем путь к фоновой картинке. Тест прошли. Технологии Эрмитаж дают удобство администрирования проекта. И чем масштабнее они внедрены, тем лучше. Необходимо предусмотреть возможность редактирования контента и объектов над сайтом на ранних этапах верстки и интеграции верстки в шаблоны веб-сайта. Для проверки перейдем в публичную часть сайта. Переключаемся в режим правки. Наводим курсором на все области сайта и видим, что компоненты обводятся рамкой. Появляется контекст на меню действий. При выборе действия открываются окна, не переходя в админку. Проверили главную. Все области редактируемые. В каталоге все в норме. Товары можно редактировать и добавлять. Перейдем в раздел вопросов и ответов. Здесь редактировать настройки и добавить вопрос можно, а редактировать имеющиеся вопросы почему-то нельзя. Переходим в шаблон и видим, что кто-то закомментировал две строчки, добавляющие кнопки к элементам списка. Убираем. Сохраняем. Кнопки выводятся. Тест пройден. Настроена цепочка навигации. В личной части сайта видим, что цепочка навигации настроена. Проверяем в разделе каталога. Видим, что в нее добавляются пункты в соответствии с текущей вложенностью раздела. Тест пройден. Администратор сайта управляет свойствами веб-страниц и разделов. Проверим в публичной части на главной странице сайта работу свойств, описание страницы, ключевые слова, заголовок окна браузера, которые используются для метатегов. Поменяем на другой текст. Работает. На странице каталога вставим другой. Поменялся. Работает. На главной странице остался прежний. Значения свойств наследуются, как и должны. И еще проверим работу свойства «Путь к фоновой картинке» на главной странице сайта. Поменяем на другую картинку. Работает. На странице каталога вставим путь к другой картинке. Поменялось. Работает. На главной странице осталось прежнее. Тест пройден. От правильной настройки инфрационных блоков зависит не только удобство управления системой, но и производительность сайта и стоимость его поддержки. Чем прозрачнее схема данных, тем проще ее поддерживать и развивать. Необходимо проверить настройки каждого инфрационного блока. Привязка инфоблоков к соответствующим сайтам. Индексация разделов элементов для поиска. Поля. Поля разделов. Свойства. Подписи. Доступ. Перейдем в настройки типов инфоблоков. Экспорт в RSS должен быть включен только там, где это действительно нужно. У нас включено в новостях, и там это нужно. Переходим к типу инфоблоков в каталоге. Основной каталог товаров. Смотрим настройки. Видим, что пути настроены верно, а вот индексация разделов почему-то выключена. А хочется, чтобы они участвовали в поиске. Ставим галочку. Свойства названы понятно. Подписи. У одной осталось по умолчанию. Меняем на удалить товар. Перейдем к баннерам. Видим, что заданы пути, хотя сами баннеры не имеют детальных страниц. Убираем пути. И в связи с этим убираем индексацию. Свойства в норме. Подписи тоже. Сохраняем. Тест пройден. Следующий обязательный тест. Настроены стандартные модули. Во-первых, нужно проверить, все ли установленные модули в системе, необходимы для работы данного проекта. Идем в настройки. Настройки продукта. Модули. Если установлены модули, которые явно в данном проекте не используются. Деинсталируем их. Это может дать прирост производительности. Их все при необходимости можно установить. Даже доинсталированные, они будут обновляться и не потеряют своей актуальности. Теперь приступим к проверке активных модулей. Начинаем с главного модуля. Сверху вниз. Название сайта корректное. Поле URL сайта. Localhost. Нужно поменять на актуальный. Иначе во всех почтовых уведомлениях адреса страниц будут строиться неверно. Поле. Распространять куки на все домены. У нас будет один домен. И данная опция не нужна. Иначе в тело страниц будет вставляться специальная картинка. Поле. Использует визуальный редактор для редактирования шаблонов сайта. Лучше никогда не ставить галочку. Клиенту это только навредит. А разработчику это и не нужно. Поле email, на которое будут дублироваться исходящие сообщения. Я бы рекомендовал вставлять в это поле email ответственного за сайт со стороны клиента. Чтобы он извещался обо всем в первой неделе и месяце жизни сайта. Это позволит оперативно реагировать на различные события, происходящие на сайте, о которых исходный администратор может и не подозревать. А впоследствии он сам уже решит, нужно ли за этим следить. Поле. Email администратора сайта. Отправитель по умолчанию. Здесь он некорректный. Нужно поменять на клиентский. Поле. Окраничение дискового пространства. Его лучше не оставлять пустым. Так как клиент может начать загружать сюда видео. Или делать часто резервные копии, не передавая их в облако 1S Betrix и не стирая старые. Выделенное дисковое пространство быстро израсходуется. На некоторых серверах, если место превышено, редактируемые файлы сохраняются пустыми. Это может привести к частичной или полной сновке работы сайта, смотря какой файл затереть. Либо хостер позволяет превышать выделенное дисковое пространство, но снимает с внутреннего счета аккаунта дополнительную плату, которая может быть значительной. Я поставлю ограничение в 10 гигабайт. Поле. Производить транслизацию имени файла. Полезная опция. Активируем ее, так как некоторые сервера при загрузке к ним файлов с кириллицей в названиях не могут потом с ними работать. Поле. Оптимизация CSS. Для проекта это очень полезно, так как уменьшает количество запросов к серверу и, как следствие, обеспечивает более быструю загрузку страниц браузерами. Активируем все три опции. Впоследствии, если разработчику потребуется произвести доработки на сайте, он может подключить их на время работ и включить обратно по завершению. Перейдем на вкладку «Авторизация». Проверяем все настройки на соответствии с задачам проекта. Поле. Использовать капча при регистрации. Не рекомендуется и снимать эту галочку. Со временем спам-роботы доберутся до сайта и будут заполнять на сайте все незащищенные формы. Так что нужно проверить еще и все формы, выводимые через модуль веб-формы. Таким образом, нужно проверить настройки всех активных модулей, так как не все настройки по умолчанию могут сочетаться с задачами проекта. Например, при тестировании синхронизации с 1С, разработчик мог включить в настройках модуля «Интерационные блоки» опцию «Показывать код загрузки из внешних источников» и не выключить ее. А клиенту видеть эти коды не обязательно. Если изменить этот код, хотя бы один в самом инфоблоке, то это нарушит взаимодействие 1С и каталога сайта. Лучше выключить эту опцию. Отмечаем, что прошли этот тест. Настроены стандартные компоненты. Во-первых, нужно проверить, во всех ли компонентах, которые выбирают данные из базы и которые имеют настройки кэширования, во всех ли включено это кэширование. Визуально проверим в одном, наиболее нагруженном компоненте Bittrex-каталог, что можно сделать с любой страницей каталога в режиме правки. Вызовем его настройки, найдем секцию с кэшированием и убеждаемся, что оно включено. Настройки кэширования в остальных компонентах проверим, используя другой инструмент – монитор производительности. Нажмем «Тестировать производительность в течение 5 минут». Этот тест сначала проверяет производительность конфигурации, затем переходит на вкладку «Настроек битрикса» и затем уже на вкладку «Разработка». Начался сбор статистики. Можно использовать специальное программное обеспечение и тесты для создания посещаемости по всем страницам. Для примера, мы просто походим по сайту, и если разных страниц не так много, то для небольшого проекта этого хватит. Везде прошлись. Возвращаемся и останавливаем тест. Получаем такую статистику. Обращаем внимание на среднее время создания страниц и на ошибки разработки. Если вы видите время генерации близкое к полусекунде или больше, то нужно осторожиться. Они могут содержать компоненты, содержащие некэшированные запросы к базе данных и со сложной логикой на PHP, которые могут требовать оптимизации. Рассмотрим выявленные ошибки разработки. Первое. К каталоге. В компоненте просмотрены товары. Идем в каталог и проверяем. Находим компонент, его настройки, видим, что используется стандартный компонент, который не использует кэширование. Понимаем, что нашей ошибки здесь нет, так как, по сути, этот компонент не может кэшировать результаты, так как у каждого пользователя они свои и должны обновляться при посещении каждой страницы товара. Отмечаем, что тест пройден. Следующий. Настроенные интерфейсы Эрмитаж. Этот тест мы прошли одновременно с тестом используется технологией Эрмитаж. Пройдено. Настроенные шаблоны компонентов. Как мы это проверяем? Вызовем настройки компонента каталог. Видим, что используется шаблон IT-Hive. Создадим тестовый раздел Разместим там такой же компонент Выберем тот же шаблон Сохраняем И убеждаемся, что компонент выводится корректно и его работа не зависит от конкретного расположения. Удаляем тестовый раздел Это рекомендуется проверять для всех компонентов. Тест пройден. Разработаны собственные компоненты 2.0 проекта Для текущего проекта разрабатывался только один собственный компонент. Для вывода рабочего времени и рабочих дней Вызовем его настройки. Видим, что пространство имен задано верно. Название компонента соответствует предназначению. Лишних настроек нет. Однако есть какое-то странное название секции имена переменных. Отредактируем его. Перейдем в папку компонента Языковые сообщения Открываем файл для русского языка Меняем на настройки рабочего времени Сохраняем Проверяем Теперь выглядит лучше Тест пройден Настройки компонентов Отделены и описаны Такое иногда встречается Если в проекте устанавливаются сторонние модули из маркетплейса Где нет файлов описания Править или дописывать сторонние модули Чревато тем Что если его разработчики выпустят обновление для него То есть шанс Что ваше дополнение Затрутся Поэтому делать этого не нужно Если эта ошибка не относится к вашим компонентам То поясняем это В комментариях И ставим Что тест сдан Компоненты используют кэширование Как я отметил выше Единственный собственный компонент В данном проекте Не делает запросы к базе данных И, как следствие Не требует кэширования Используют ли остальные компоненты кэширования Мы проверили выше Используя монитор производительности Считаем, что тест пройден Нагрузка на базу данных минимизирована Для проверки нагрузки на базу данных Мы используем инструмент отладка Выберем суммарную статистику У каждого компонента Вывелось его программное имя Время исполнения Если он делает запросы к базе То и отдельное время На обработку запросов С их количеством Внизу слева выводится Общая статистика по всей странице На странице раздела каталога В списке товаров Для сравнения Можно проверить Сколько запросов И времени на их исполнение Тратится Когда данные берутся из кэша И когда заново запрашиваются из базы Несколько раз обновим страницу Увидим Среднее время с кэшем Получается не более 0,3 секунда И теперь Несколько раз обновим страницу Нажав кнопку Сбросить кэш На панели управления Получается порядка 0,5 секунд К сожалению Не очень показательно Иногда эта разница Более впечатляющая Одна секунда и более Возможно Такие хорошие показатели Из-за того Что мы использовали стандартные компоненты Которые хорошо оптимизированы Отмечаем Что тест пройден Нагрузка на базу Минимизирована Работа с базой данных Через API платформы Здесь есть автотест Запускаем Автотест ругается Даже если он находит запросы К базе данных Которые идут не через API Которые в коде закомментированы То есть не используются Такие вызовы Обычно можно найти В каких-то тестовых файлах Которые забыли убрать В нашем случае он ругается На файл В корне Я.php Убеждаемся, что запросы Закомментированы Не опасны И ставим, что тест пройден Так как файл явно тестовый То его нужно удалить Но мы его удалим позже Он нужен, чтобы показать Результаты других автотестов Переходим к следующему Большому разделу тестов Продолжение следует...